всем добрый день всем хорошего воскресенья девчонки выхожу эфир буду краситься я уже если честно начала краситься потом такая вспомнил думал надо накраситься все-таки вместе с вами когда у меня есть такая возможность сделать вместе с вами присоединяйтесь я сегодня должна если честно делать очень все активно потому что потому что это последнее воскресенье перед праздниками это последняя возможность сходить в магазины и докупить все что надо поэтому присоединяйтесь ко мне сейчас я сейчас накрашусь наверное такими же цветами как я и одета я знаю что я одета что-то что-то синенькое у меня здесь но накрашусь я наверно все-таки более бордовыми цветами ну потому что для меня это удобно и быстро сделать девчонки все кто присоединяется первый раз жизни мои видит меня пожалуйста ставьте хэштег один вы меня смотрите вообще впервые в своей жизни статью хэштег один если вы меня смотрите прямо сейчас когда с левой стороны горит красная штучка и написано лайф ставьте хэштег лайф привет привет виолетта ставьте хэштег лайф если вы меня будете пересматривать ставьте хэштег реплей всем вам с наступающим праздником мишка Даша, Shelby, hi, everyone, hi, girls. Всем-всем вам огромный-огромный привет. Я такая счастливая, что муж приехал домой, и я могу сделать видео, и я могу накраситься. Естественно, что я не счастлива, что я постоянно тороплюсь. Если честно, это мне тоже так надоело, но деваться некуда, поэтому присоединяйтесь. Я буду быстро-быстро краситься. Если вы заметили, я уже нанесла на лицо свой праймер и тональный крем, девчонки. Тональный крем-стик, который я очень-очень люблю. Если у вас сухая кожа, я вам его очень рекомендую. Сейчас он у нас идет на скидке, потому что мне девочки пишут. Девочки, все, кто мне сейчас писали, и я вам не ответила. Я вам обязательно отвечу, у меня просто не хватает времени. Обычно я сажусь и отвечаю уже больше под вечер или к ночи, потому что реально не успеваю. Просто физически не успеваю, я вам обязательно всем отвечу. И девочки, которые меня спрашивали, объясни, что у нас сейчас за скидка. Девчонки, остается у нас вообще чуть-чуть до конца месяца, остается чуть-чуть до праздников. Скидка заключается в том, что вы выбираете любой тональный крем, кроме спрея тонального. То есть это может быть BB крем, сейчас вам покажу. Это может быть BB крем, жидкий крем, либо стик. Если вам нужно легкое покрытие, и у вас жирная кожа, то я вам рекомендую или комбинированное вот этот тональный крем, который жидкий. Вы его хорошенечко-хорошенечко потрясете, прежде чем наносить на кожу. Если у вас сухая кожа, вы не любите тональный крем, но вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело таким гладким, замазывающим, как бы ничего лишнего не было видного на вашем лице, я вам рекомендую BB крем. А если у вас сухая кожа, но вы любите прям хорошее такое покрытие на лице, чтобы все замазало, я вам рекомендую тональный крем стик. То есть вы выбираете любое тональное средство, любая тушь, любая помада 71 доллар. Девчонки, это дел осталось совсем чуть-чуть, и его потом не будет. Поэтому эти девушки, которые мне написали, я надеюсь, вы меня сейчас посмотрите, почему я... Всем привет! Hi, Bianca! Почему я вначале сказала за этот дел, чтобы вы посмотрели. Даже если вы не сможете смотреть мое видео, хотя бы вы это услышите, и потом уже, если что, я отвечу дальше на ваши вопросы. Итак, я буду сейчас очень-очень быстро краситься. Ой, понятия не имею. Понятия не имею, что мне сотворить на своем лице. Но я сейчас что-нибудь придумаю. Для начала я сейчас нанесу еще блажь. У меня он называется цвет Систерли. Это такое золото с розом, да, золото с розовым таким цветом. Очень он красиво смотрится на лице, так прям сочненько выглядит всегда. Очень-очень красивый цвет. Это блажь. Смотрите, у меня что-то волос тут что-то упал. Я сегодня в свитере, если честно, мне так жарко. Я сегодня одела... Не знаю, девчонки, вот, хотела, кстати, у вас спросить. Сейчас почитаю. Хотел вас спросить. Понятия не имею. Смотрятся эти цвета, сочетаются или нет? Я одела сегодня, вчера купила в экспресс такой свитерочек. Очень классный. Кстати, он сейчас там всего 25 долларов, а стоил оригинально 70 долларов. свитерочек, юпочка. К нему одела браслет синего цвета. И эти сережки тоже с экспресс. Просто потому, что они мне так понравились. Я понятия не имею, прям сочетаюсь эти цвета или нет. Подходит ли нет. Мне все равно. Мне настолько понравились эти цвета, что я просто их напярила, как елка, и все. А Люда пишет, жду тебя каждый день. Правда, Люд? Ой, приятно. Так, спасибо огромное. Всем привет, девчонки. Всем привет. Если вы не можете меня даже смотреть, просто ставьте high, и потом можете, если у вас будет возможность, пересмотрите, когда у вас получится. Дайте я секундочку соберу свои немножко волосы, потому что мне немножко тяжело, а потом в конце я их распущу. Привет, Анечка, Люда. Всем, Таня. Всем вам, девчонки, привет. Я пока себя вот так залезу, все, залезу, как сказать, залежу. А потом в конце все распущу. Так, теперь, что я делаю? Консилер я нанесу в конце, девчонки. Когда я нанесу этот цвета теней, я в конце сделаю консилер. Но, если честно, когда я использую тональный крем-стик, мне консилер толком не нужна. Смотрите, оно все все равно гармонично выглядит. Ничего такого, прям таких переходов никаких нет. То есть, все хорошо замазано, выглядит хорошо. Мой хайлайтер сломался! Даже не смогу вам его показать. Так, возьму прям, он у меня сломался, короче. Упал он у меня несколько раз уже. Он у меня столько раз падал. Я еще думала, что он давно у меня. Наташка, привет! Думала, что давно он сломается. Нет, он выдержал столько времени. Давайте я нанесу сейчас пальцем аккуратно хайлайтер и буду заказывать себе, значит, новый. Что делать? Немножечко его нанесем. Девчонки, всем привет! Всем-всем-всем привет! Thank you, thank you so much! Thank you so much! Теперь вот так все нанесем. И теперь я возьму сеттинг-пудру. Кстати, я вчера одной девочке говорила совет насчет вот этой сеттинг-пудры. Девчонки, если у вас есть какая-то помада, да, вот она очень-очень темная, есть очень классный вариант, как сделать ее посветлее. Добавьте просто сеттинг-пудру. Во-первых, она уберет эту яркость цвета. Во-вторых, она закрепит вашу помаду. Это делаю я. Я беру туалетную бумажку, прям туда, и на губы. Сашка, привет! Вот. И еще. Если вот вы хотите, чтобы ваш тональный крем целый день держался отлично, выглядел вообще идеально, возьмите, нанесите вот эту сеттинг-пудру. Она прозрачно-белого цвета. Да, сначала она смотрится очень-очень белая, но вы не бойтесь наносить ее. Она просто распределяется хорошо по всему лицу. И ее, если честно, прям так сильно вообще не видно. Но ваш макияж потом держится, девчонки, просто отлично. Вот. Я не знаю, как сказать насчет целый-целый день. За целый день у вас ничего не стирается. Но, если у вас жирная кожа, просто реплайте это в течение дня один раз. Вы увидите вообще эффект, будет вообще другой. Сашка, Моника, хай. Hi to everybody. Всем-всем привет. Девчонки, сейчас я оставлю свое лицо в покое. И я буду заниматься своими глазами. Я сегодня решила сделать кремовые тени и палетку номер 6. Потому что у меня девочки спрашивали, Зиана, ты вообще пользовалась кремовыми тенями? Конечно, я пользовалась. И давно я ими не пользовалась. Я хочу вам это показать. Понятия не имею, что я сделаю, как я сделаю. Ну, что-нибудь я сейчас придумаю. Я еще не придумала. В моей голове еще это не всплыло. Но для начала я хочу накраситься, накрасить ресницы с праймером и с тушью. Сегодня я хочу с праймером и с тушью, просто потому что так хочу. Кстати, я не знаю, там девочки насчет туши меня спрашивали. Насчет туши, насчет праймера. Что делает праймер? Девчонки, праймер вообще, если честно, с ним немножко как бы надо повозиться. Если вот вам надо накрасить прям красиво-красиво ресницы, то я вам советую, сегодня я хочу, чтобы у меня прям вообще-вообще, используйте праймер. Если у вас времени нет, то используйте просто тушь. Но что делает праймер? Праймер распределяет ваши реснички, праймер удлиняет ваши ресницы и дает экстра-экстра объем. Вот посмотрите, видите? И дает экстра объем. Как я его рекомендую использовать? Я его рекомендую использовать, вы наносите один-два слоя, но для начала подкрутить ресницы. У меня такой эффект ресниц, девчонки, потому что я всегда подкручиваю их. Всегда я использую щипцы для подкручивания ресниц. Я знаю, что очень многие не пользуются этим. Но я вам советую, если вы никогда не пользовались, купите самые дешевые. Вот я в Улгрисе самые дешевые, как купила, я не знаю, лет назад, да? Так они у меня есть. Они очень хорошие. Главное, чтобы они были мягкие. Не были сильно мягкие в плане, когда вы его вот зажимаете, чтобы оно мягко зажимало. Если ваши щипцы будут зажимать очень твердо, тогда есть опасность и вероятность отрезать свои ресницы. Мы этого никто не хотим. Поэтому, если вы покупаете щипцы, я вам сейчас покажу, щипцы должны именно мягко зажимать ваши ресницы, и ваши ресницы должны моментально подкручиваться. Если ваши ресницы подкрутились чуть-чуть, это означает, что это плохие щипцы. Верните их на место и вообще не трогайте такие. И я еще очень рекомендую вам... Сейчас я вот покажу. Сейчас я прочищу вот это, свои щипцы. Я вам покажу, девчонки, что я имею в виду. Мне надо срочно идти покупать до конца подарки, потому что уже все, просто нет времени ждать. И для меня это, конечно, когда остается все на последний момент, это так тяжело, это просто какой-то ужас просто. Сейчас, секунду, я вам покажу. Смотрите, девчонки, щипцы у меня самые простые и обычные. Даже названия нет, они настолько у меня старые. Щипцы должны закрываться вот так вот, легко. Видите, легко. Вот эта резиночка, она должна быть очень мягкой. Если резиночка твердая, она не подкрутит ваши ресницы как надо. Она их просто будет ломать. Поэтому смотрите, чтобы они были... Пускай они будут дешевые, мягко закрывающие. Я сама вот эта резиночка мягенькая, не твердая. И начинаете подкручивать ресницы. Сначала попробуйте вот с кончиков, наверное, посмотрите, как она на вас будет работать. Так, теперь, я в последнее время почему-то пристрастилась к этой туши, к Эпик. Может, потому что упаковка блестящая, я от нее торчу. Вот, я буду использовать сегодня вот эти две туши. Эти две туши вы можете купить в наборе за 43 доллара. Либо вы можете купить сейчас вот эту тушь в наборе с тональным кремом и с помадой. Это ваш выбор, девчонки. Все для вас, мои дорогие. Так, давайте я накрашу ресницы. Когда вы наносите праймер для ресниц, всегда подождите секунд 30. Я уже подождала больше, да. Либо возьмите фен и немножко их подсушите. И тогда получается очень классный эффект. Девчонки, все, кто меня смотрит, ставьте хэштег лайф, пожалуйста. Вы меня смотрите вживую. И начинаете реснички красить. Видите, как я начинаю красить реснички? И снизу вверх, чисто на кончики. Для начала я затрагиваю только одни кончики. Только кончики. И я смотрю вниз в зеркало. Видите, как я делаю? То есть я перед носом не ставлю зеркало и вот так не крашу, так не получается этого эффекта. Я смотрю под своим носом вниз и делаю вот такие подкручивающие эффекты, да. Теперь мы оставим эту одну сторону ресниц. Пускай она немножко еще подсохнет. И потом мы будем делать второй слой. Теперь я перехожу сюда и делаю то же самое. Чисто кончики, девчонки. И, пожалуйста, смотрите так, чтобы ваш праймер сильно не подсох. И, надеюсь, у меня не подсох на этой стороне. Когда он сильно подсыхает, потом опять же не получается этого эффекта, который нужен и должен быть. Поэтому мой вам совет, начните сначала с одного, наверное, глаза, да, с праймером. Сделайте все на нем, потом уже на другом. Ну, чтобы не пересушить ваши реснички. Привет, привет, Наташка. Чтобы не пересушить ваши реснички. Ой, я что-то так еле дышу. Знаете, я на выходные же кушаю, что хочу. Ну, как бы в раздуву, в разумных количествах. Ой, сварила пельмени, съела всего пять штучек пельмени. Но меня, я как будто съела целых, я не знаю, целых три ведра всего, если честно сказать. Что-то я так переела. Не знаю, почему, но так мне теперь тяжко, ужас. И я ненавижу после пельменей. Вы знаете, что это вообще такой привкус, да, вот неприятный. После этого надо чистить зубы и обязательно жевать жвачки, потому что это просто ужас. Смотрите, чисто беру и крашу кончики. Видите, хорошенечко-хорошенечко их прокрашиваю, свои кончики, девчонки. И вот теперь можно сделать второй слой. А можно потом, когда я накрашу уже тени, я возьму и докрашу свои ресницы. Чтобы они у меня сейчас были не перекрашены, да, я это сделаю после этого. Привет, Самира и девчонки, всем привет вам! Смотрите, по одному слою тушь, праймер и тушь. И уже, если честно, ресницы выглядят хорошо. И даже вот сейчас, если я просто их возьму, потом подкручу, они уже будут очень длинные и красиво смотреться. Теперь берем праймер. Я вчера одной девочке, которая подписалась и купила сумку. Девчонки, я сейчас очень мало говорю за сумку. Сейчас я перейду к ней тоже, за нее тоже скажу. Я сказала, купила сумку, там будут приходить тени. Пожалуйста, не, как сказать, не пожадничай, или как сказать, даже не знаю, как правильно сказать. Возьми вот эту маленькую штучку, которую я только что нанесла, червячочек вот этот, да, вот этот праймер для теней. Вам его хватит на год, это точно. Вот одной капельки вам надо на два глаза. Я говорю, купи ее и только так наноси тени. Она говорит, ты знаешь, у меня вот тени всегда, говорит, что бы я ни использовала, скатываются. Она тоже профессиональные покупает, да, то есть дорогие покупают. Скатываются, говорит, ничего не помогает. Я говорю, попробуй вот этот вот праймер и ихние тени. К нему немножко надо привыкнуть, да, потому что он немножко как бы прилипает вначале. Потом ты к нему привыкаешь, да, Анька, спасибо за хэштег лайф. Тени будут выглядеть совершенно по-другому. Совершенно. И тени будут держаться целый день. Она говорит, что бы я ни использовалась, у меня за два часа тени скатываются. Я говорю, с этим не скатываются. Но есть один маленький секрет, девчонки. Чтобы ваши тени не скатывались, даже с праймером, не наносите крем для глаз на глаза. Вот сюда ничего не наносите. Они должны быть у вас сухие перед тем, как вы что-либо наносите. Обязательно. Потому что если у вас есть крем, что бы вы потом не наносили, тени не будут держаться. То есть это вот вам такая маленькая-маленькая подсказочка. Я, если честно, думала сделать сейчас, вот думаю, стою, думаю, ну что мне сделать, что мне сделать. А на слы я думала сделать прям такие бургундские, насыщенные, прям темные глаза. Но теперь я не знаю. Теперь я не знаю, с чего мне начать. Начну я, наверное, с кремовых теней. Почему я не знаю? Потому что мне кажется, если я все сделаю такое томное-томное-темное, будет не очень классно. Давайте я начну с теней. Тени кремовые. Это цвет. Я сейчас вам скажу какой-то цвет. Очень красивый, приятный цвет. Это правда. Правда, Ань? Нельзя вообще никакой крем наносить, потому что реально потом не получается того эффекта, который все ожидают. И они скатываются. Я не наношу никакой крем на глаза, девчонки. Я наношу консилер, а потом я наношу праймер. И только так вообще у меня не скатываются тени. Держатся. Я тестировала 16 часов, я и спала с ними. И вообще все выглядит просто шикарно. Поэтому попробуйте такой эффект. Если вы когда-то пользовались тенями от Unique, и что-то вас там не устроило с праймером, попробуйте ничего не наносить на глаза. Смотрите, кремовые тени ложатся тоже суперски, если честно. А вообще обалденно ложатся. Этот цвет у меня называется... Ой, а вот, Реверент. Реверент. Они у меня сейчас немножечко подсохнут, и я дальше начну играть с цветами. Но пока они у меня подсыхают, я возьму кисточку для светлых теней. Я возьму светлые тени с этой же палетки номер 6. Светлые тени. Они называются каума. И немножечко сделаю такой переход, мягкий-мягкий переход, чтобы все-все-все хорошо растушевать. То есть берем, хорошенечко все тут проходим с этим каум цветом. Его практически не видно, если честно, но все равно переход получается хороший. То есть нету такого резкого-резкого такого обрывка перехода. То же самое я делаю здесь. Девчонки, пишите, вы готовы к Рождеству, к Крисмосу? Готовы у вас? Thank you, Людочка. Мне немножко не хватает блеска на моих теней. Ой, на моих ногтях. Ну а так, thank you. Немножко, мне кажется, что-то там мне не хватает. Я такой человек, я люблю много блесток. Я так смотрю, все нравится, но я бы еще блесток налепила. Но это я. Это как бы не удивляйтесь. Это вот я такая. Так, дальше берем кисточку. И теперь я беру вот эти прям сильно насыщенные бордовые, бургундские цвета. Я, если честно, от них в восторге, от этих теней. Вот этот цвет. Он называется Blazing. Он прям под мой свитер. Обалденные цвета вообще. Я торчу, честно. И я буду наносить на половину глаза. И буду делать вот так. Видите? Соединяем кремовые тени с сыпучими, как сказать? С сыпучими, прессованными тенями. Даже не знаю, как правильно сказать. Мы это соединим. И сделаем такой мягкий-мягкий переход. Если у вас, вот тут у меня сейчас было видно немножко. Видите? Переход видно. Там можно добавить потом блесток. И вообще этого всего не будет видно. Хорошенечко соедините это все. То есть, чтобы ваше не было видно всех этих пятен. Я даже не знаю, как сказать вам правильно. Тяжело говорить, когда у вас английский, русский. Я еще знаю гагаузский язык, турецкий язык. Мне муж говорит, тебе надо сделать, говорит, эфир на гагаузском языке. И что я говорю? Так, говорит, там столько народу, говорит, наверное, поймут тебя. Я говорю, ну, есть гагаузы. Я знаю, кто у нас здесь есть гагаузы, говорю. Ну, там, турецкий тоже поймут, знаете, язык. Но, говорю, что-то не знаю. Я стесняюсь, говорю, чисто сделать видео на турецком языке, знаете. Кто понимает гагаузский язык, напишите, кто у меня будет смотреть. Мне прям интересно. Кто понимает? Ким Анне Гагауща. Язн Банабарда. Кто понял? Вот и пишите, кто понял, что я вам сейчас сказала. Так, хорошенечко тушуем. Хорошо, хорошо. Риточка, привет, Рита. Я очень довольна, что тебе понравилось, что ты себе купила. Ты мне напиши, пожалуйста, как тебе вообще, даже вот здесь нам свои ощущения, передай нам свои ощущения, как тебе вообще косметика Юнит. Понравилось или не понравилось? Потому что у всех, конечно же, ассоциации разные. Но я знаю одно, девчонки. Сколько мне девочек пишут, что почему мы раньше не купили? Почему мы так боялись? Почему мы думали, что это что-то не то? Девчонки, косметика реально шикарная. Я не буду пользоваться, если косметика будет какашка. Извините за это выражение. Для меня очень важно, чтобы косметика была классная. Я всю жизнь искала, не то что всю жизнь, как переехала в Америку, потому что в России было легче найти, мне кажется, это по мне. Я искала, чтобы тени были мягкие, переливающиеся, чтобы они держались вообще целый день. И тушь я по мне так искала, чтобы мне тушь делала все то, что делает мне тушь Юник. Я вам говорю, когда я попробовала Юник, я просто прибалдела. Ты тоже говоришь на турецком? Классно! Классно, Самирочка! А кто ты по национальности, Самир? Напиши, пожалуйста. Так вот, когда я попробовала тени Юник, и они у меня потом держались целый день, я, конечно же, вообще офигела. Я не ожидала, потому что даже от Мак вот этот праймер, я использовала всегда Маковский праймер, потом я пробовала вот этот, как его называют, его очень многие любят, этот праймер для глаз, но он мне не нравится. Вот что хочешь делай, мне он не нравится, он называется, дайте я сейчас вспомню, ой, забыла, блин, как это называется. Многие его сейчас используют, вот праймер с сифоры, он мне тоже не понравился вообще абсолютно. Девчонки, меня посадили на Юник, хочу все цвета. Подождите, я сейчас вот это все тут смажу, потому что видите, какая здесь бельберта получается. Я сейчас возьму, короче, консилер, кисточку. Я возьму немножко консилер. Консилер выглядит вот так. И я это все сейчас подмажу, чтобы было все красиво и гладко и ровно. Вот я это беру вот так делаю, смотрите. И тогда у меня тени получаются очень четкими и ложатся очень-очень круто. Кстати, меня спрашивают, как я фотографируюсь, какие я использую фильтры. Девчонки, я фильтры не использую. У меня просто вот здесь лампочка, да, вот на меня светит. И телефон у меня Samsung Note 10+. Может, у него качество крутое. Единственное, где я могу делать фильтр, это когда я говорю в Инстаграме, вот или на Фейсбуке, вы видите сторис, я там разговариваю. Там иногда я могу использовать фильтры. Мои все фотографии я не делаю с фильтрами. Это просто свет. Этот цвет я купила в этом, скажите мне, на Амазоне. Он всего там стоит 13, до 20 долларов он стоит, да. Короче, вы там телефон можете поставить, как вот я прицепила. И там разные, и разный свет. И вот так вот я фотографирую с девчонки. И получается очень красивый. Вам всем нравится. Смотрю, что всем нравится, как получаются фотографии. Они реально круто получаются с этим цветом. Сейчас я почитаю. Рита что-то там написала. Сейчас я все почитаю. Видите, да, я все прочищаю, сконсила, что все было красиво и ровно. Понравилась очень тушь. 10 баллов. BB-крем тоже отлично. Спасибо. Пользуюсь, удовольствием. Супер. Я очень-очень рада. Что пикнула? А, плойка. Папа немец, а мама дагестанка. Муж турок. А, ну раз муж турок, тогда ты турецкий точно знаешь. Это 100%. Это как, кто меня вчера спросил? Меня вчера спросили, короче. Городиан, у тебя папа туркмен. Мама говорит, гагаузка. А ты замуж вышла за русской. Потому что у меня муж, он как бы украинец и русский, да, там смешано. Она говорит, ты как так? И говорит, как тебе так? Я говорю, хорошо. А что, а что? Говорю, какая разница? Я это, говорю, на русском разговариваю. У нас нет такого в семье, что мы там разговаривали чисто там на какого-то. Тень очень хороший, долго держится. Не нужно переживать, что что-то будет не так. Спасибо, Анечка, тебе за твой, как это сказать, ревью. Да, ревью, как это правильно сказать. Смотри, девчонки, я взяла консилер, видите? И я все хорошенечко растушевала. Теперь я беру эту кисточку-блендинг-браш и просто растушую. И ничего тут вообще сложного нет. Видите? То же самое я сделала сейчас с другой стороны. Классно иметь столько национальностей в одном доме. Сто процентов. Это сто процентов. Когда куча национальностей. Ну, правда, тяжело. У меня, например, бабушка, она украинка, да? Дедушка, он гагауз. Получается, мы вот все смешанные. Папа трукмен, мама гагаузка. Гагаузка с украинкой. Все вместе там, короче, намешано. И, короче, такая смесь получается. Вся целая куча мала. Сейчас, подождите. Видите, да, как я беру с кисточкой консилер-браш? Я закругляю вот здесь себе этот кончик. И чистенько-чистенько его здесь все оформляю, чтобы все было мне чисто и красиво. И можете также сделать под бровками своими точно такой же эффект. Вот таким образом. И не бойтесь, что вы там где-то что-то там стерли. Или что-то там не так будет. Просто потом берете круглую кисточку и просто делаете круговые движения. Девчонки, вот так добавляете. И все. И ничего тут такого страшного не происходит. Потому что я знаю, что многие потом теряются. Ой, все, там не получилось. Там некрасиво. Что теперь делать? Ничего. Просто берете круглую кисточку и просто хорошенечко растушевываете. И ничего там такого не получится. Видите? И сейчас все это будет выглядеть, поверьте мне, все будет очень классно выглядеть. Так, теперь берем кисточку, растушевываем хорошенечко. Хорошенечко, хорошенечко. Я хочу взять теперь кисточку с вот таким наконечником. Видите? И я макну в этот бордовый-бордовый цвет. Прям очень бордовый цвет. И я его нанесу на нижнюю часть глаза. Вот сюда. Чисто с краешку. Сильно не надо. Я вперед не очень люблю, когда вот сильно вперед. Чисто, чтобы у меня соединение было теней. Чтобы видно было, что это, короче, одно целое, как сказать, да? Чтобы это видно было, что эти вот эти вот тени. Анечка, привет! Видите? И уже сразу получается другой эффект. Теперь, что я сделаю теперь? Ой, мне так жарко! Я так вот дышу, а со мной так жарко, что уж жесть просто. Теперь я возьму кисточку для кремовых теней. Это будет выглядеть кисточка вот так. Сейчас я почитаю. Самерочка раньше, если что-то не так, могла муж на русском сказать. Он все равно не поймет. А сейчас уже нет. Он все, зараза, понимает. У меня муж научился тоже такие, если честно, слова. Ну, они не матные, но они смешные. И я говорю, нет, чтобы что-то нормальное выучить, да, там, хорошее. Он, нет, он обязательно какую-то гадость выучит мне. Теперь я возьму, девчонки, вот эти тени, которые блестящие очень-очень. Я намочила кисточку, я намочила ее сеттинг-спреем. А, нет, с розовой водичкой, с тоником. И чисто на начало вот тут глаза я просто дотрагиваюсь. Я просто хочу сделать оттенок. Очень похоже, что я красила недавно на видео, да. Но оно чуть-чуть по-другому. Я не добавляю сюда те красные переливающие бордовые цвета. И это делаю только вот сюда немножечко. Мой, если честно, тоже муж уже начал много чего понимать. Поэтому много чего не скажешь. I see you use my favorite six dollars. What? Six dollars. Не поняла я. А, number six. А я думаю, что за six dollars? Да, да, мне тоже. Я вообще от этой палетки, девчонки, просто, я, ну просто я балдею. Так, теперь смотрите. Я возьму подводку свою, найду. Секунду, я ее, вот я доставала подводку. Анжела, привет. Я сейчас тени пока вот так оставлю. Я их потом в конце доделаю. Теперь я возьму подводочку для глаз. И я подведу глаза, девчонки. Сделаем такой акцент на, на боку. Видите, я прям, я прям прессованными такими движениями, прям ложу эту подводку. Я сделаю акцент вот сюда. На бок моей, моего глаза, короче. Вот так. И потом я возьму и сделаю вот здесь, в начале глаза, только добавлю вот здесь, на начало глаза подводку. И это будет, короче, такой эффект. Сейчас, секунду. Тоненькая-тоненькая подводка в начале. И уходящая, толстая, короче, наверх. Это будет вот такой эффект, короче, подводки. Можно лишнее не сказать. Да-да-да. Можно, конечно, этот черненького тоже добавить, чтобы прям затемнить, затомнить. Все вот это, да. У нас, если честно, такая погода, девчонки. Это жесть. Это мрак. И вообще ужас. Поэтому дневной макияж мне не нужен, потому что его просто некуда носить здесь, дневной макияж. Очень все такое монотонное, странное, ужасное на улице творится. Поэтому можно сделать сразу такой прямо, такой прямо ночной макияж. Почему бы и нет. Я сейчас возьму палетку номер три. Сейчас я ее найду. И я буду использовать цвет, черный цвет. Вы знаете, что я его очень-очень люблю. Я его буду использовать, секунду, я его буду использовать на край глаза. Так, куда я делаю эту кисточку? Кисточку, кисточку, вот она. И чисто на краюшек глаза я, короче, ее нанесу. Секунду, секунду. Мне нужна кисточка, знаете, какая? Наверное, вот такая. Сейчас попробую, подождите, все, я сейчас попробую. У меня, если честно, ну, как бы, он не все понимает, муж Самира, но все равно уже, как бы, по интонации может понять, что я имею в виду и о чем я вообще говорю. Поэтому уже, короче, ну, я, если честно, никогда и не шифровалась ни в чем. Например, у меня, когда мама приходит, да, там, или тетя, ты автоматически просто начинаешь с ними разговаривать на языке, на гагаузском я начинаю разговаривать. Я просто, как сказать, автоматикой. Это не потому, что ты там хочешь что-то там скрыть там или еще. Это просто автоматика. И ты ничего с этим не поделаешь. Так что у нас целый день дождь идет. У нас тоже, у нас тоже дождь. У нас мрак. Вообще кошмар просто, если честно, кошмар. Я взяла палетку номер 3, девчонки. Я взяла черный цвет. Любой черный цвет дома используйте. И вот если вы сделали такую, как бы, подводку, да, как я сделала, я хочу именно затемнить край глаза, чтобы у меня был прям такой насыщенный темный черный цвет. Сейчас я сделаю то же самое с другой стороны. И я вам покажу. Я ее закругляю немножко. Я не хочу острые концы. Сегодня никакие более закругленные концы. Все такое закругленное. Девчонки, все, кто присоединяется, если вы меня смотрите впервые в своей жизни, ставьте хэштег 1. Если вы меня смотрите, еще в данный момент ставьте хэштег Life, когда будете пересматривать хэштег Replay. Смотрите, я взяла вот этот черный цвет отсюда. Это палетка номер 3 из серии этих цвет тени, которые я только что на своих глазах использовала. И то же самое мы наносим опять же вот сюда, на край глаза, круговыми движениями я это делаю. Не хочу я никакие квадратные, я хочу чисто кружочек такой. Кружочек с краешку. Будет у меня сегодня такой темный, насыщенный макияж. Ну, почему бы и нет? Погода нам позволяет это делать. Так, хорошенечко растушуем. Тушевка очень важна, девчонки, очень. Если вы хотите, чтобы у вас были красивые переходящие тени, тушевка, она просто, ну, очень важна. Ну, для меня очень важно. Я не люблю, когда у меня не растушеванные тени, когда у меня творится вообще бардак на глазах, мне все должно быть тушевано и насыщенно. Видите, я докладываю этот бордовый цвет вот сюда, чтобы все было прямо хорошенечко, так прям монотонно и закрыто. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Ну, вы меня поняли. То же самое я сделаю здесь. Девчонки, напишите, вы не написали, вы готовы к празднику уже? Все куплено у вас у всех, все готово, завернуто. У меня нифига не завернуто. Я вчера начала заворачивать подарки. Для меня это жесть. Я своему мужу говорю, я заворачиваю детям, ладно, как попало там, знаете, как бы, мои дети уже привыкли. Главное, что там подарок стоит, а что там, как завернуто? Я говорю, ну, когда мы кому-то дарим подарок, я не заворачиваю. Кто идет? Я не заворачиваю, потому что это жесть. Это настоящая получается жесть. Я не умею красиво заворачивать, поэтому мне очень-очень тяжко в этом плане. Не то, что не умею, мне не хватает терпения. Я не хватает вообще. Знаешь, что я взяла? Сейчас, секунду, абсолютно никто не пришел. Нет, никто не пришел. Я, короче, взяла из одежды. Не буду говорить, что из одежды я взяла. Думала тоже духи. Духи всегда нужны, почему бы нет. Духи, это такая вещь, мне кажется, вообще всегда нравится, всегда нужна. Почему бы и нет. И думала еще одну вещь купить, но я уже не успеваю. Поэтому буду, куплю после этого. Уже как не на праздник, а после этого. Так, я брови сейчас немножко добавлю вакса. Девчонки, чтобы убрать вот этот темный, да, вот, как сказать, напыление тонального крема, чтобы было более четкие линии, и буду использовать вакс. Побольше вакса. Сейчас вам покажу вакс. Сейчас я вам все покажу. Так. Вот это вот вакс в палетке для бровей. То же самое я сделаю здесь, чтобы были более четкие брови. Добавим вакс, и они сразу как будто, знаете, как будто я их рисую. А там вакс просто, и все. И оно выделяет, делает такой прямо красивый эффект бровей. Вот таким образом сделаем. Теперь более темные брови и более насыщенные их там, короче, видно. Так, теперь я возьму хайлайтер, девчонки. Мне кажется, я когда уменьшаю свой голос, вы так все засыпаете, засыпаете, засыпаете. А потом, когда я говорю, так, теперь все просыпаются сразу. Я беру хайлайтер, я беру белую, я светлую кисточку для светлых теней. Я наношу хайлайтер вот сюда. Мне очень нравится наносить хайлайтер в такие места, потому что потом осветляется ваш макияж. Глаза, короче, освежается, осветляется и смотрится очень все красиво. Так, мне надо заканчивать, девчонки, макияж очень-очень быстро, потому что уже время ушло, просто бежит. Я вообще не знаю, почему, но мне кажется, в последнее время время вообще просто. Ты не успел проснуться, уже ночь, и ты ничего не успел сделать. И я вот каждый день нервничаю, думаю, ну куда так время бежать? Я не успеваю вообще все делать. Вот, смотри, теперь я подкручиваю ресницы. Что ты получишь, не знаю. Ой, я тоже не знаю. Он у меня, если честно, сильно не парится на Новый год с подарками. Всегда я парюсь, кому что подарить, что где купить и тому подобное. Он у меня обычно как-то, ну как-то вообще по-другому. Да, что-то еще, и что еще не будет. Я вот тоже думала, думала колонки для телевизора. Ему очень хочется такой эффект, короче, как было, что в кинотеатре. Ну, посмотрим. Видите, да, я хорошенечко подкрутила ресницы. Девчонки, прям беру из корня их подкручиваю. Теперь я возьму тушь. Боже мой, мне сюда нужен фен. Я сейчас умру, просто умру. Тушь. И сверху нанесу еще один слой туши хорошенечко. Смотрите, вот таким образом. Подкручивающим эффектом. Выходи почаще в эфир, пожалуйста. Люда, если бы могла, каждый день. И знаешь, это я вот так выхожу экспромтно. И в голове у меня нет такого, знаете, подумать, как накраситься, что. А если честно, если бы у меня было бы экстра время, я бы выходила, делала разные макияжи, с разными тенями. Ну, потому что мне это очень нравится. Вот прям очень нравится. И я от того, что не имею возможности, да, вот часто выходить, и я постоянно бегу. И получается очень часто один и тот же цвета использую макияжи. Хотя мне хочется, конечно, разнообразия больше использовать. Но сегодня, мне кажется, вот эти тени сюда просто отлично подходят. Я сейчас блесток добавлю, и вообще будет просто the best. Но мне очень приятно, что ты мне это говоришь. Видите, да, смотрите, какие ресницы стали, девчонки. До бровей, до самых бровей. Вот если вы будете следовать методике моей, как я вам показываю, красить ресницы, девчонки, у вас реально, машина, Самира, как круто, как круто, у вас реально будут ресницы очень-очень длинные. Я еще после этого вот возьму карандашик, нанесу белый, да, закапаю глаза. У меня будут глаза сейчас такие белые, и не будут, короче, такие плаксивыми смотреться. Сейчас я найду свои капли, закапаю. Помогла вам с моей малышкой. Ты знаешь, Люд, сейчас секунду, секундочку. Я, если честно, доверяю свою малышку. Это муж, мама. И то, мама, чтобы была моя старшая дочка, я много ее не доверяю. Я как-то так... Хотя с ней легко, с ней не тяжело в плане, когда просто надо там часок ее там посмотреть. С ней не тяжело, она же сама все делает. Она садится сама, крутится сама, да, с игрушками играется, короче. И это не то, что тут ребенок сидит, ничего не делает. Нет, конечно, в этом плане с ней как бы не так вот катастрофически, скажем так, тяжело, да. Я возьму подводку блестящую, девчонки, и добавлю сюда сейчас блестящие подводки для глаз. Но прежде чем я это сделаю, я возьму кисточку для кремовых теней и добавлю... Я ее найду, е-мое, секунду. И добавлю немножко кремовых теней на начало глаза. Девчонки, напишите, вам вообще нравится хоть что-то, что я сейчас сделала? Или без кисточки вот так сделала? Как вообще это выглядит, то, что я тут наварганила-то? Я так говорю, наварганила, как будто я приготовила вот сюда на начало глаза. Видите, я добавлю, немножечко выделю. Эти тени, девчонки, кремовые, я вам говорю, они обалденные. Они обалденные. Они имеют раз, там, 9 цветов, кажется, но очень классные. Просто супер. Возьмем подводку блестящую и нанесу подводку теперь вот сюда. Смотрите, чисто на белый вот этот. И немножечко я пройду вот этот переход, где бордовая я сделала, да, чтобы было мягкое соединение, чтобы не было видно никаких там помарок этих разных. Просто мягенькое, блестящее соединение. Блестки, товарищи, блестки. Блестки творят чудеса, особенно сейчас они так приемлемы. Я вообще, если честно, балдею. Балдею от блесток, честно говорю. Очень мне нравится. Сейчас, секундочку. Вот так это получится. Красиво? Спасибо, Люд. Спасибо тебе большое. Теперь, девчонки, я накрашу сейчас свои... Ой, как жарко, губы. Губы, честно сказать, я думала накрасить... Я думала накрасить тоже таким бордовым цветом. Но мне так нравится этот цвет. Сейчас скажут, нет, надо, чтобы было что-то светлое. А мне так хочется. Давайте просто я хотя бы попробую. Хотя бы попробую, посмотрю, как это будет выглядеть. Давайте. Если она не подойдет, я обещаю вам, я ее сотру. Секундочку, сейчас я ее тут найду у себя. Кстати, еще мне, знаешь, что понравилось? Сейчас вам покажу. Где тут у меня эта моя помада бордовая? Это не она. Так. А куда я ее делала? Ё-моё. Ё-моё. Куда я на нее делась? Сейчас, секунду, девчонки. А, наверное, это вот... Нет, это не она, это casual. Ой, если бы она у меня в сумке осталась, то это вообще просто. Наверное, она у меня в сумке осталась, девчонки. Жалко. Я так хотела ей накраситься сейчас. Сейчас крикну дочке, если она меня услышит, конечно же. Сейчас, секунду. Ева! Сейчас Ева, как всегда. Так. Рита пишет. Отлично, ты нас вдохновляешь, мотивируешь к макияжу подходить. Особенно внимательно. Очень красивый эффект. Спасибо, Рита, Самира, супер макияж. Людмила, романтик ты человек. А мне очень нравится. Ты так все, Диан, показываешь. Но так как у тебя, у меня в жизни не пахнет. А я бы так хотела накрасить вас, девчонки. Знаете, как мне нравится вот это все делать. Карандаш, который был тогда лимитирован, девчонки, очень классно тоже наносить вот так вот за место, как хайлайтер. А, кстати, хотела изначально его нанести, но уже добавила другое. Ева! Она нафиг меня услышит? Я не думаю, что она меня услышит. Ладно, я накрашу сейчас, что у меня тут есть. А потом, если что, и накрашу другим цветом. Сейчас я еще раз посмотрю, какие у меня тут цвета есть. Контрайт не подходит. Ну, кяжел подойдет сюда, да. Кяжел подойдет сюда, и красный не подходит. Это точно. Ладно, давайте кяжел накрасим. Посмотрим, как он будет выглядеть. Ева меня не услышит, это бесполезно. Это вообще бесполезно. Всегда бесполезно. Давайте накрашу. Ну, нормально, скажем так, нормально. У меня гулы сухие сейчас, девчонки, кошмарно сухие. Ева! Мне кажется, эти песни уже всем надоели, да? Сейчас, девчонки, накрашу. Кстати, это помада-пудр, девчонки. И вы можете ее в наборе взять с тональным кремом и с тушью. И как вам, подходит или нет, скажите, пожалуйста. Как она вообще смотрится здесь? Интересно мне знать. И я еще могу, вот меня спрашивают, что за блески я сверху добавляю. Я беру блеск, который плампер, он увеличивает губы. Он такой более прозрачно-розовый. И я его наношу чуть-чуть. Он, кстати, щипет, когда просто наносится. А на поводу, когда наносится, смотрится очень хорошо. Я, Санзо, написала я. Ну и как, девчонки? Сейчас вот я... Ой, как мне жарко! Боже ж ты мой! Вам мои серьги понравились, девчонки? Я их вчера купила в этом... Экспрессе! Купила в Экспрессе. Очень классные сережки. Они были всего там 14 долларов. Что такое? Они мне очень понравились. Вот и все, девчонки. Вот и весь мой макияж, как говорится. Вуаля! Немножко у меня блестит моя мордочка. Можно взять с этим пудрой и просто-просто зацепить. Подходит? Да, спасибо большое. Но, если честно, мне кажется, вот та помада, которую я говорю, она вообще была бы идеальна. Но никто ко мне не окликнулся. Никто ко мне не пришел, как всегда. Ничего страшного, я после накрашу, вам покажу. Все, девчонки, я сейчас приближусь, покажу вам мои цвета, ценей. Если вам все-таки что-то понравилось, и вы бы хотели попробовать, пишите мне, не стесняйтесь. Я подберу вам цвет тонального крема. Как я это делаю? Все, что мне надо, что вы просто подошли к окну, сфотографировали свое лицо, и я вам подберу под ваш тип лица тональный крем. Мне надо будет знать еще, какой вы любите был, чтобы светлее, темнее. Вы любите, чтобы убирала красноту, или добавляла розоватость. То есть, вот такие какие-то моменты, да. И я вам обязательно подберу тональный крем, такой, какой вам подходит. Смотрите на тени, девчонки. Я закрою глаза, посмотрите на эти тени, как они смотрятся. Вот здесь вот не хватает немножко, ой, немножко бордового. Но, когда я заканчиваю видео, я всегда закрываю видео, подхожу к зеркалу, включаю телевизор, делаю так иногда, поправляю, а потом фотографирую, чтобы было все-все-все хорошо. Свидание, мой муж внизу меня ждет. Мой муж говорит, ой, малышка, так хотелось бы, говорит, один день, чтобы мы только вдвоем были. Я говорю, я уже не помню вообще у нас, мне кажется, это было только, когда мы первую дочку ждали. Это было 13 лет назад. Все, всем хорошего вам вечера, хорошего вам воскресенья. Пишите, не пропадайте. Делитесь моим видео, если вам понравилось. Мне очень приятно, когда вы делитесь моим видео, когда вы мне пишите ваши вопросы, комментируете. Мне это все очень-очень приятно. Все, всем пока, девчонки. Всем-всем большое спасибо, кто смотрел.